Всем привет! Меня зовут Дмитрий Роденко, основатель сообщества SaaS Founders. Я помогаю фаундерам IT-компаний находить новых крупных клиентов с помощью бидогенерации в LinkedIn. Сегодня предлагаю поговорить о том, как будет выглядеть IT-индустрия через 5 лет. Дело в том, что какие-то тенденции, которые будут значимо влиять на развитие индустрии в будущем, уже проявляются. Давайте обратим внимание на эти тенденции и посмотрим, что же меняет индустрию и чего нам ждать. То есть какие изменения будут иметь решающее значение для обеспечения эффективности и эффективности разработки программного обеспечения в будущем. Во-первых, по ожиданиям аналитиков изменится принцип к распределению ресурсов. Ожидается, что руководители по разработке, то есть PM и Team Lead получат больше контроля над этим процессом. Почему такое произойдет? Дело в том, что они будут больше опираться на данные и анализ для того, чтобы обосновывать свои запросы на финансирование. То есть если они регулярно будут использовать в своей работе такие метрики, как скорость выпуска новых функций, время восстановления после сбоев, частота обновлений, показатели вовлеченности пользователей и влияние на ключевые бизнес-показатели. Агрегирование, сбор подобных данных и их анализ позволят продемонстрировать ценность для своих команд и необходимость дополнительных ресурсов. Соответственно, руководители проектов по разработке программного обеспечения смогут более эффективно обосновывать свою потребность в инвестициях, и, соответственно, больше получать денег для выполнения тех задач, которые перед ними стоят. Следующий акцент – это смещение фокуса на командную эффективность. Если раньше лидеры в основном фиксировались на индивидуальной производительности разработчиков, сколько срок кода написал каждый разработчик или сколько задач закрыл, то сейчас тенденция меняется, и основное внимание уделяется эффективности команды в целом. Почему это происходит? Дело в том, что чрезмерная фокусировка на индивидуальных метриках, она приводит к конфликтам перегрузки разработчиков и снижению качества кода. Вместо этого организации постараются измерять и улучшать показатели командной работы. В частности, скорость выпуска функции, качество кода, уровень тестирования, удовлетворенность клиентов и вовлеченность команд в работу. Соответственно, руководители таких компаний будут стараться донести важность подобных показателей и преимущества для успеха проекта в целом. Ну и логично, потому что в рамках команды вы можете успешно перераспределить функции, каждый будет заниматься теми вещами, на которых он специализируется, и общая эффективность будет гораздо выше. Следующий акцент, следующая тенденция – это усиление использования инструментов повышения производительности. То есть мы видим, что происходит в 2024 году. Достаточно сложная экономическая ситуация на западных рынках. То есть есть определенная нестабильность, есть инфляция и есть ожидание возможной рецессии. И в связи с этим компании будут максимально стараться усиливать производительность своих существующих команд. То есть максимально эффективно использовать уже существующие ресурсы. Поэтому вырастет спрос на решения по мониторингу производительности. По тем решениям, которые позволяют отслеживать производительность команд, находить узкие места и принимать соответствующие меры для повышения эффективности. И тут два есть момента. Первый момент – если вы сотрудничаете с разработчиками подобных систем или сами являетесь разработчиком подобных систем, для вас это плюс, потому что на рынке спрос на подобные решения будет расти. И также для команд разработки значимым плюсом будет являться использование подобных систем, где вы четко показываете связь результатов клиента с объемами инвестиций в работу с вами. Следующая тенденция – это адаптация конвейеров разработки к generative AI. В частности, исследование GitHub показало, что уже 92% американских разработчиков используют AI-инструменты как в работе, так и вне работы. И, по сути, появление генеративного искусственного интеллекта в разработке программного обеспечения уже стало значительным прорывом, который требует адаптации существующих процессов и инфраструктуры. Соответственно, для того, чтобы использовать максимально данную технологию, компании сосредоточатся на нескольких ключевых задачах. Во-первых, они внедрят системы для классификации кода с генерированной AI, чтобы обеспечить соответствие стандартам качества и безопасности. Мы все в курсе, что на данный момент код, который генерирует AI, в чистом виде его все равно нужно отсматривать, его нужно контролировать и так далее. То есть он в большинстве случаев требует дополнительной ручной доработки, уточнения задачи и допиливания определенного. Понятно, что по мере развития мощностей искусственного интеллекта и обучения на специализированных базах на коде, на разработке кода, решения будут становиться точнее. Соответственно, компаниям нужна инструмент обратной связи в виде стандартов качества и безопасности. Второе. Компания автоматизирует процессы утверждения и внедрения подобного кода, чтобы ускорить интеграцию новых функций. Это логично, как следствие первого пункта. Кроме того, опытные разработчики будут проверять сгенерированный код на надежность и соответствие требования. Естественно. По сути, задача компании будет состоять в том, чтобы грамотно распределить нагрузку между традиционными системами непрерывной интеграции и условно-непрерывным развертыванием, чтобы обеспечить бесперебойную работу конвейера разработки. Следующий важный фактор – это усиление фокуса на опыте разработчиков, на девелоперс-экспириенс как главного фактора успеха для команд разработки и программного обеспечения. Компании осознают важность создания подходящей среды для разработчиков, которая максимально способствует их производительности, вовлеченности и удовлетворенности работы. Поэтому для достижения подобных целей они создадут специализированные команды DX, Developer Experience, которые помогут сосредоточиться на анализе и улучшении опыта разработчиков. С одной стороны, они будут изучать ключевые метрики, время выполнения непрерывной интеграции, количество проблемных тестов и так далее. С другой стороны, они будут общаться непосредственно с самими разработчиками, проводить опросы, интервью, чтобы выяснить, что мешает работе и что их улучшит. И на основании собранных данных команды DX разработают и внедрят стратегии для улучшения опыта разработчиков. Это может в себя включать как оптимизацию инструментов, различное дополнительное обучение, ресурсы для развития и создание благоприятной атмосферы для инновации, открытого диалога. Кроме того, именно команды, ожидается, что команда DX, Developer Experience, помогут интегрировать генеративные AI-системы в рабочие процессы, поскольку они помогут разработчикам понять плюсы и минусы технологий, наладить эффективное взаимодействие между людьми и искусственным интеллектом, а также адаптироваться к развитию данной технологии. Выводы. В ближайшие годы отрасль разработки программного обеспечения потерпит значительной трансформацией, которые вызваны, с одной стороны, технологическими инновациями, с другой стороны, экономическими факторами. Ожидается перераспределение ресурсов на основе данных, смещение фокуса с индивидуальной производительности на коллективную, на командную эффективность и рост спроса на инструменты повышения производительности. Внедрение генеративного AI потребует адаптации процессовой разработки, внедрение систем проверки и контроля сгенерированного кода. Кроме того, усилится внимание к опыту разработчиков как к практическому фактору успеха, для чего будут созданы выделенные команды, которые будут заниматься анализом и улучшением девелоперского опыта, включая взаимодействие с AI-технологиями. Эти изменения будут иметь решающее значение для обеспечения эффективности и влияния разработки программного обеспечения в будущем. Люди, технологии, эффективный мониторинг и повышение производительности с помощью интеграции людей и технологий для получения лучших результатов. Соответственно, мы живем в интересное время, которое тем, кто держит нос по ветру, позволит правильно сориентироваться и остаться с теми клиентами, которые ценят сотрудничество с вами, которые помогут понять взаимосвязь их успеха от вашей работы, от результата вашей работы. Те, кто внедряет инновации, которые позволяют клиентам это сделать максимально четко. Желаю всем выйти на новый уровень развития бизнеса, которого вы и ваша команда, безусловно, заслужили. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok